всем привет дорогие друзья вы на канале смарт-вотч канал только о смарт-часах есть такой каналчик у нас а значит о чем речь что у нас дорогие друзья на двое часов samsung последние это galaxy 4 и galaxy watch 5 получили обновление недавно во-первых обновилась база безопасности январская раз во-вторых появилась такая фишечка проверять способность часов через приложуху такую интересненькую на самсунгах смартфонах она давно работает и проверяет систему часов работоспособность вообще всех систем то же самое на часах если вас интересует как это выглядит пожалуйста в описании видео ссылочка на недавний мой обзорчик этих обновлений также управление камерой которая появится с новой версии единого интерфейса для samsung 5.1 вот час galaxy s 23 выйдет они сразу выйдет с этим на единым интерфейсом 5.1 ну и соответственно дальше поехали 22 получит 21 20 и соответственно будет работать зум вы сможете часиками зум делать управление дистанционное управление камерой ну вот такая вот фишка также сделали оптимизацию батареи хочу заметить конечно же вы мне сейчас можете возразить какая оптимизация батареи часы садятся невозможно просто быстро быстро конечно будет садиться дорогие друзья после каждого обновления крупного обновления затрагивающей систему смарт-часов или android устройств всегда будет первых два дня расход заряда всегда причем быстрый не у всех у некоторых нормально как в моем случае у меня нормалекс вообще все как с galaxy watch пятыми так и четвертыми работают нормально но перед этим или до этого были обновления большие у меня тоже был перерасходик с чем это связано а это связано с тем что новая прошивочка она встает систему и начинает оптимизироваться короче другими словами и на это уходит вообще пару дней обычно но можно это все исправить очень быстро каким способом во первых сделать полный сброс часов когда вы сделаете полный сброс часов я вам даю гарантию что у вас сразу быстренько все на место встанет еще можно попробовать почистить системный кэш как это сделать вы сейчас видите на экране просто берете на включенных или на выключенных часах нажимаете две кнопочки сразу и держите их пока у вас не появится а вот такая вот менюшечка reboot как только это появилось берете верхнюю клавишу и нажимаете ее три раза раз два три все система попадает меню загрузочки дальше дорогие друзья мы с вами верхней клавишей нажимаем и переходим на пунктик река вели как вы видите сейчас нажали на это река вели и держим нажали держим все как только экранчик погас отпускаем и ожидая какое-то время мы попадаем с вами в меню река вели вот здесь уже в река вели нам с вами нужно выбрать следующий пунктик и это делается свайпом все прошли в меню лайк кэш лайк кэш нажимаем опять клавиши верхнюю раз входим в эту менюшечку опять свайпик и с и опять нажимаем верхнюю клавишу часики наши кэш прочистили потом автоматом переходит в основное меню река вели и первый пунктик нажимаем верхнюю клавишу все наши часики перезагружаются входит систему и возможно это поможет но в большинстве случаев это действительно помогает но я же вам все-таки советую лучше сделать полный сброс либо подождать парочку деньков и сделать кэш сброс кэша и потом если у вас никакие приложения которые установлены на вас часах не выдают ошибок и именно по этой причине садят батарею или вы какой-то поставили просто обалденно анимированный циферблат и он высаживает вашу батарею просто в считанные часы у вас тогда будет все работать нормально поэтому посмотрите расход аккумулятора какие приложения это делают как это сделать а вот заходите в galaxy wearable настройки galaxy wearable дальше видим вот эту вот менюшечку и здесь как видите всплывает у нас сразу все приложения и показано какие сколько расходы и если у вас показать циферблаты большой расход тогда просто удалите этот циферблат вы были на канале smartwatch ваши лайки ваши комментарии колокольчик не забудьте пока